Всем добрый вечер! Спасибо, что пришли сюда сегодня. Не уверен зачем. Собственно, сначала небольшое предисловие. Изначально я подавал заявку на участие в этой конференции и планировал провести такое несколько популистское выступление, рассказать немного о теме, которое меня заинтересовало, которое вы видите на экране о своих размышлениях на эту тему. Мол, что идея ничего не стоит, почему именно так происходит и как с этим бороться. С таким подходом я планировал как раз уложиться где-то в полчаса выделенного времени. Но, как это обычно бывает, shit happens и мой коллега и по совместительству друг Александр Пашин не смог приехать на конференцию в этом году, чтобы прочитать сегодня в 3 часа дня свой доклад по Data Driving Game Design. Поэтому, кто хотел туда пойти, увы и ах. И, собственно, я вызвался помочь организаторам, у них и так без этого забот хватает, и постраховать Сашу. Поэтому сегодня ночью в поезде, пока я ехал к вам, я расширил свое выступление полчасовое на полтора часа и буду выступать сегодня два раза. Сейчас начало небольшое полчасовое выступление и потом еще час с места Data Driving Game Design в три часа. Поэтому не обессудьте, если я буду посматривать в экран, читать с бумажки периодически, у меня не особо было много времени заучить текст. Соответственно разбить выступление я планирую следующим образом. Сначала мои рассуждения и взгляд на проблему. Потом какие мнения и решения существуют в мире относительно. Идеи, генерации и так далее. Вот снизу дисклеймер сразу выскажу, что как бы во многом доклад состоит из личных мнений либо моих, либо людей, которых я буду цитировать. Вот. В этот раз на самом деле мне впервые пригодилась моя дурацкая привычка сначала подготавливать весь материал, который я хочу, а потом уже подгонять его под эстимейты. Немного сэкономил себе на этом времени в этот раз. Итак, чтобы как-то реабилитироваться такое теоретическое выступление, завтра в три часа я буду вести мастер-класс панетизации для новичков вместе с Леной Бугаковой из РПГУР. Будем рассчитывать реальные кейсы, разбирать стандартные проблемы, рисовать красивые курлупы и все в этом духе. Приходите, будем поднимать вашу РПУ. Окей, одна конференция, три выступления. Поехали. Прежде всего, разрешите представиться и в двух словах, ну чуть больше, нам уже надо как-то растянуть. Рассказать о том, кто я такой и чем занимаюсь, чтобы вы понимали с какой точки зрения и под какой призмой я буду рассматривать идеи и какое видение я хочу до вас донести. Со своего совершеннолетия, последние 10 лет я работаю в индустрии компьютерных игр, преимущественно геймдизайнером и вот в последнее время еще немного продюсирую на пол шишечки. Занимался в основном МРПГ, браузерными и социальными проектами. Последний год работал над созданием компьютерных игр для платформы виртуальной реальности и дополненной реальности. Забавно получилось, на самом деле я этого изначально не планировал, но вот с правой стороны слайда моя работа в Москве, а с левой стороны слайда моя работа на Кипре. Вместе с этим я являюсь одним из основателей коллективного блога «Манжета геймдизайнера», в котором уже стоявшиеся геймдизайнеры делятся своими знаниями и опытом с теми, кто еще нет. Возможно, кому-то будет интересно подходить, у меня есть какие-то наклеечки, визитки с нашим сайтом, если кто-то о нас еще не слышал. Наверняка такие есть. Итак, если спросить балдебилдера, как он наращивает свои мышцы, он расскажет вам про прием пищи по 8-12 раз в день, 10 литров выпитых воды ежедневно, принципиированные пирамиды, дропсеты, суперсеты, негативы и прочее. А не просто так, что он берет штангу и подтягивает ее, пока не устанет, и так несколько раз в день. Если спросить кладоискателя черного копателя, как он находит старинные монеты, он расскажет вам, что изучает историю мест раскопок, ищет в архивах карты с указаниями в соположении старых торговых путей, площадей, мест приведения ярмарок, мостов, в общем, всего такого. И именно в этих местах в первую очередь концентрирует свои поиски, а не просто так, что выходит металлоискателем в поле и идет от забора до обеда. Мысль — это та же мышца, которую можно прокачать, и тот же клад, который можно найти. Но большинство людей пускают сам ход мыслительного процесса на самотек, воспринимая его как нечто аморфное, само собой разумеющееся и не поддающееся систематизации. Ну, пришла идея в голову, пришла. Не пришла, значит, сегодня не мой день, попробую завтра. Поэтому мне стало интересно, действительно ли это так, как можно простимулировать этот процесс, какие академические подходы для этого существуют, и как они работают на практике, если работают вообще. Первым делом я обратился к коллективному разуму и провел небольшой опрос среди своих коллег, друзей и знакомых. К слову, почти все они геймдизайнеры или около ГД. Я спросил, как они и при каких обстоятельствах они придумывают идеи для своих проектов. Как вы можете догадаться по слайду, их ответы для меня оказались не слишком полезными, сплошные клише и все, что они говорили, что им приходят лучшие идеи во время перекуров, принятия душа, прогулок, перед стом и все в этом духе. Но почему, зачем и как, осталось загадкой, они не придавали этому особого значения. Тем более лично, например, я не курю, отрубаюсь, как только голова касается подушки, долгих прогулок у меня болят суставы, столько мыться перед дедлайном, это никакого мыла не напасешься. Так что же такое идея? Откуда берутся идеи? Многие бросаются в эзотерик и полагают, что идеи приходят к нам из космоса, а мы как антенны-проводники принимаем их и обрабатываем. Я лично не сторонник таких теорий, да и вряд ли вы сюда пришли послушать про это. Если да, подходите, поговорим после выступления. Идея – это мысль, а мысль нематериальна, поэтому ее тяжело оценить и измерить. Ее практически невозможно сформулировать и примесить в голову собеседнику таким образом, чтобы она прижилась там так же, как в вашей собственной, чтобы он увидел ее именно так, как представляете себе ее вы. Зачастую такое под силу только людям, долго живущим или работающим вместе, как говорится, когда вы начинаете заканчивать друг за друга предложения. У нас в индустрии, в частности на Западе, во всяком случае, как мне рассказывал об этом Галенкин, есть условное правило. Крупные топовые проекты делают команды, которые проработали вместе дольше 10 лет. Я имел честь проработать в такой команде и могу с уверенностью сказать, что по сравнению с молодыми командами разница в коммуникациях, взаимопонимании и доверии колоссальна. Основная проблема здесь – мало кто может себе позволить так долго содержать одну команду, потому что мало какие компании работают на такие долгосрочные перспективы. Большинство нацелено на какие-то среднесрочные цели, выгоду и деньги. Многие говорят, что идеи ничего не стоят. И отчасти они правы, я с ними в целом с этим согласен. Здесь важно понимать и не путать идею с информацией или экспертизой. Сотни и тысячи разных идей приходят в голову миллиардам людей ежедневно. С такой конкуренцией сложно мириться. Идея начинает обретать цену в момент своей реализации, когда становится понятным ее потенциал. Но ее истинная ценность все же становится понятна лишь после релиза. До этого момента все гипотезы о ее успехе или провале по большому счету – это всего лишь предположение, вне зависимости от того, от кого эти гипотезы исходят. Хорошую идею можно реализовать плохо, а плохую – хорошо. Все зависит от возможности ее реализации, подходящего момента и ваших ресурсов. Это важно понимать, уметь понимать и принимать, когда дело доходит до выбора, какую идею выбрать. В итоге, прежде чем стать чем-то материальным, идея проходит через несколько сид. Сначала такие люди, как, например, продюсеры, оценивают ее уместность для конкретного проекта, основываясь на собственном понимании рынка, жанра, целевой аудитории и whatever. Что, согласитесь, уже достаточно субъективная сита. По пути они неизбежно привносят в нее что-то свое и убирают что-то ваше. В зависимости от вашего собственного ранга то же самое могут делать и ведущие геймдизайнеры, продукт-менеджеры, визионеры, SEO-чермены и кто-либо еще. Кем бы вы ни были, над вами всегда кто-то стоит. И если он не лезет к вам с правками, то вы редкий счастливчик или очень крутой профессионал. Я лично знаю таких немного. У этого процесса есть очевидный минус. Столь тщательный процесс очистки может привести к опруве и реализации пустых, неинтересных идей на выходе. Идеи, из которых убрали все. Потому что такие люди, как правило, прежде всего борются с рисками. Они по максимуму скашивают все риски, но порой забывают, что за каждым риском скрываются возможности. Нет рисков – нет возможностей. Самая эффективная тактика игры в казино – это не играть в казино, но тогда вы ничего и не выиграете. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, в общем, вы бы ловили суть. Кому из вас знаком процесс очистки питьевой воды системы обратного осмоса? Есть у кого-нибудь такое дома? Очень немногих расскажу. В общем, это настолько абсолютная система очистки воды, что на выходе мы получаем практически чисто H2O. Со временем оказалось, что при частном употреблении такой воды в качестве питьевой она вымывает из организма кальций и прочие полезные минералы. Лучший враг хорошего. Производители фильтров для воды со временем излатали эту проблему дополнительной ступени минерализации, но часть испуганной аудитории к тому времени уже потеряли навсегда. Это часть теории излишней стерильности, согласно которой отрицательные в краткосрочной перспективе вещи, например, микробы, могут положительно сказаться в долгосрочной перспективе, усиливая иммунитет организма. Так, в некоторых играх баги при должных условиях истечениях обстоятельств превращаются в фичи и даже USP или отдельные даже игры. Отсюда и пошло выражение – это не бага, это фича, а не от линии наполевательского отношения разработчиков, как многие полагают, конечно же. Вывод. У каждой идеи, как у принцессы, должен быть защитник. Ее доблестный рицарь чаще всего им высыпает ее автор, который будет защищать ее от разных тварей. Если рицарь слаб телом и духом, его принцесса рискует в лучшем случае стать изуродованной, а в худшем – попросту не выжить. В конце концов, вы потеряете всех девок на деревне, ведь в первую очередь сожрут самую красивую. А если у вас не хватило духа защитить самую красивую, то что же говорить об остальных? Как же понять, что вы не твоя дрожащая, а право имеете? В нашем мире добровь всегда побеждает зло, поэтому кто победил, тот и добрый. Другими словами, грош – цена вашей идеи, если вы не можете ее отстоять. Еще бывает так, что время хорошей идеи может попросту еще не прийти. Мы все прекрасно помним в истории такие моменты, когда, например, Стив Возник преждевременно продал свой пакет акций Apple, или как Кэтрин Хэттингер не стала продлевать свой патент на спиннер в 2014 году, потому что Hasbro и все крупные производители детских игрушек отказались от этой идеи и не считали ее вообще жизнеспособной в какой-то степени. Это означает, что аудитория под этот проект еще попросту не была рождена или выращена, воспитана. Этим, например, занимался Стив Джобс. Он воспитывал аудиторию. В такие редкие ситуации обычно попадают гении, которые идут впереди планеты всей, как говорится, опережая свое время. Для таких гениев у меня один совет. Записывайте. Введите записи всех ваших размышлений, отклоненных концепций и неизданных прототипов. Например, лично я храню все свои записи с момента поступления на первую работу. Сложность заключается лишь в том, что у меня навязчивая идея вести предварительную документацию на бумаге, поэтому сейчас это порядка десяти килограмм макулатуры формата А4, и это несколько затрудняет поиски по пути тому, о чем я раньше думал. Тем не менее, это реально помогает. Вы удивитесь, сколько отклоненных ранее идей я реализовал, когда получил независимость на одном из своих проектов. И почти все они, на самом деле, вопреки многочисленным отрицательным прогнозам со стороны моих бывших начальников, они стали успешными. Конечно, какие-то были более успешными, какие-то менее, но лишь одна оказалась откровенно провальной. Предположим, что флаг у вас в руках. Что еще может помешать реализации вашей идеи? Почему большинство ваших идей никогда не будут реализованы? Представьте себе процесс воплощения вашей идеи в жизнь, как гонку двух обратно пропорциональных прогресс-баров, мотивации, времени и реализации. Таким образом, ваша задача не допустить падения мотивации, интереса огня в глазах до нуля, до момента, пока ваша шкала реализации не будет заполнена на 100%. Но во всяком правиле есть исключения. Так, если вы хотите, например, в туалет, ваша мотивация со временем будет, наоборот, возрастать до тех пор, пока вы не достигнете своей цели. Это, на самом деле, один из любимых примеров многих коучей и бизнес-тренеров по мотивации и личностному росту. Ведь так показательно и глупо звучат отмазки вида «я наделал штаны, потому что мне было лень искать туалет, или у меня было недостаточно свободного времени, или там уже было занято, а я постеснялся ломиться». Какие простые советы и общие принципы могут вам помочь не свернуть с пути и достигнуть желаемой цели? Реализовать вашу идею. Представьте себе, что вы со всеми вашими текущими знаниями возвращаетесь с помощью машины времени на 10-20 лет назад. Вы помните все предстоящие хиты последних лет, топы гроссинга, революционные механики, но сможете ли вы даже с учетом всех этих знаний повторить или опередить, ох уж этот временной континуум, их успех? Лично я в этом не уверен. Лучше бы вы просто прихватили с собой старый добрый альманах. Пожалуй, у каждого бывало такое, что где-то в мире реализуется концепция, будь то новая игра, технология или смывающаяся втулка, о которой вы думали год или пару лет назад в виде «интересно, почему до сих пор никто этого не сделал?» И так очевидно. И, возможно, даже сами хотели это сделать, но что-то не сдалось. Как правило, вам просто был лень. В этот момент вы, вероятно, чувствуете некоторую гордость, если чуть ли не свою заслугу перед этим событием, что стоило бы вам тогда все бросить и плотно заняться этой идеей, и она бы сейчас красовалась, и это вы бы сейчас красовались на обложке Forbes. Но так ли это на самом деле? У меня есть гипотеза на этот счет, и я хочу с вами с ней поделиться. Каждый день к нам в голову приходят десятки и сотни разных идей. Какие-то хорошие, какие-то плохие. Но мы их очень быстро забываем, потому что они ничем не остаются подкреплены, как наши сны. Редко когда можно вспомнить события из собственного сна уже через несколько минут после пробуждения. Но стоит где-то этой идеей всплыть, проекту выстрелить, и мы тут как тут с легкостью вспоминаем, как в прошлом году обсуждали это с пацанами на рыбалке. Поскольку провальные проекты, как правило, нигде не афишируются, то свои провальные идеи мы не вспоминаем. И у нас остается обманчивое впечатление, что все хорошее и успешное, что в этом мире происходит вокруг, мы уже когда-то придумали. Но просто не успели раздавать по какой-то причине. Какая жалость и неправда. Я сам часто попадаю на эту удочку. Например, последние несколько лет я не могу отделаться от мысли, что подразделения Hearthstone Blizzard читают мою корпоративную почту. Итак, мы вплотную подошли к завершающей части этого моего выступления. Пять минут еще. Простые и не очень истинные о том, что поможет вам не свернуть с дорожки на пути к реализации вашей идеи. Первое. Куйте железо пока горячо. Действуйте на пике своей мотивации, чтобы набрать критическую массу наработок до первого большого падения мотивации. Как правило, это промежуток от нескольких дней до недели. График падения и роста мотивации зачастую волнообразен. Поэтому, используя полученные наработки, вы сможете лавировать по этим волнам мотивации на пути к релизу. Такой своеобразный ментальный серфинг. Без же определенных наработок со старта вы будете как без доски. Вам может стать элементарно лень продолжать этим заниматься. Когда придет время рассказать кому-то о вашей идее, не дайте ему сбить себя с толку. Вероятнее всего, первое, что вы услышите – это критика. Причем, чем смелее будет ваша идея, тем больше критики вы будете слышать. Действие рождает противодействие. В глубине души многие люди, даже друзья и ваши близкие, не хотят успеха других людей и не верят в их силы. Потому что в таком случае на их фоне они сами будут выглядеть неудачниками. Поэтому зачастую люди склонны критиковать любые начинания. Слушайте, но не принимайте на веру. Мотайте на ус, но всегда думайте своей собственной головой. Неправильные приоритеты и отсутствие тайм-менеджмента. Сходить в кинотеатр, оформить регистрацию, поиграть в Ведьмака, сделать генеральную уборку. Жизнь – это вообще череда нескончаемых задач, зачастую чисто бытовых, которые при отсутствии правильного подхода сожрут все ваше время, а с ним и мечты. Делаю время и апотехи час. Ставьте приоритеты, совмещайте, действуйте попунктно. Особенно это актуально для фрилансеров, которые живут и работают из дома, и много бытовых занимает их, сжирает их рабочее время. Отдельно хочется сказать про бить времени таких, как мессенджеры, социальные сети и новостные порталы. Они действуют по схеме фри-то-плей игр. Вроде бы проверить сообщение и ответить на комментарии – это дело 5 минут. Но количество раз, сколько человек делает это в среднем за день, сжирает у него часы. Исследования показали, что переключение с проекта на проект занимает до 20% от общего рабочего времени. В это время мы вспоминаем, над чем работали и заново в это вникаем. Выделите четко определенное время, когда вы будете тратить время на такие активности и за пределами этого времени закройте их от греха подальше. Трезво оценивайте свои идеи и силы. Свои идеи всегда кажутся лучшими, особенно на старте, потому что идея – она как ребенок. В глазах родителей он всегда самый красивый, умный и послушный. Научитесь отделять хорошие идеи, потому что они ваши, от по-настоящему хороших идей. Для этого есть один проверенный способ. В какой-то момент, после набора критической массы, о которой я говорил раньше, возьмите паузу и приостановите работу над концепцией на несколько дней или недель, в зависимости от вашей памяти. А после этого заново перечитайте и пересмотрите все ваши наработки. Если оно вам по-прежнему нравится, велика вероятность, что вы на верном пути. Как бонус, это позволит вам незамыленным взглядом разглядеть старые проблемы и новые возможности. Итак, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Всем прекрасно понимаем, что нет предела совершенству. Идею, концепцию, код, картину, чистоту пола можно бесконечно доводить до идеала. Особенно сложно в этом плане приходится перфекционистам. В такие моменты помните о золотом правиле. 20% усилий приносит 80% результата. Займите внутренний тормоз. Отшлифуйте свою концепцию до объективно приемлемого результата и приступайте к активным действиям. Все равно, как бы вы идеально ГДД не расписали, или вашу концепцию при реализации не избежать глобальных изменений. Зачастую изначальный ГДД концепт-документ имеет очень мало общего с финальным вариантом. Это не более чем такой некоторый план, направление, набор концепт-документов, по которым вы будете двигаться. Как говорится, жизнь – это мост, пройди по нему, а не строй на нем дом. Искусство продаж. Важной вставляющей вашей идеей является ваша способность ее продать или заразить ее. Кому как больше нравится. Можно выделить два основных способа распространения идей. Актуальность того или иного способа зависит от вашего текущего положения и каждой отдельной ситуации. Это шотган и снайпер. Терминологию я позаимствовал из одного PR-выступления с GDC. В случае с шотганом вы придумываете кучу тезисных идей с коротким описанием. Буквально 2-3 предложения. Такой супер короткий питч, состоящий целиком только из USP. И вы даетесь продать их оптом. Как только замечаете, что человек клюнул и проявляет заинтересованность в одной из них, дорабатываете ее до более цельного концепта и окончательно утверждаете. Или нет, и тогда начинаете по новой. Методика снайпер означает, что вы хотите продать не абы что, лишь бы продать, а какую-то одну конкретную идею, в которую вы, конечно же, сами очень сильно верите. В таком случае вы акцентируете свое внимание на ней родимой и, как правило, сразу расписываете более-менее полный концепт-документ и некий свот-анализ. То есть набор сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. В идеале еще нужно иметь, конечно, некий, пусть даже самый простенький прототип, с помощью которого вы лучше донесете свою мысль до собеседника. Даже если это будет бумажный прототип, это лучше, чем ничего. Минусом методики снайпера является то, что если вы не смогли продать текущему работодателю, продюсеру или инвестору свою идею, то вам, вероятно, придется искать нового работодателя, продюсера и инвестора. В то время как, если вас отшили по методике Sharkgun, то вы просто заряжаете в обоему новую дробь идей, выстреливаете, снова промахиваетесь и так далее почти до бесконечности. То есть до увольнения избыток бредовых идей. Это что касается моего мнения и, так скажем, личного опыта и видения этого вопроса. Но я бы еще хотел поделиться с вами мыслями трех интересных людей, выступления на TED Talks, которых меня зацепили, и я считаю их релевантными для нашей деятельности, для геймдизайна. Итак, Шимпей Токахаши. Начал работать в индустрии игрушек 9 лет назад. И я сейчас не про наши с вами компьютерные игрушки, как мне тоже поначалу показалось, а про настоящие физические игрушки для детей. И поначалу он предлагал каждый день много идей своему начальству. Но они требовали от него данные о перспективе продаж этих игрушек и говорили, что нужно вначале провести анализ этих данных. Из-за того, что он думал постоянно об анализе данных перед разработкой продукта, его идеи стали банальными. Он начал уставать от мыслительного процесса. Наверное, всем знакома такая ситуация. Начальник достал, данные достали, астричертело думать обо всем. И как вы думаете, что он сделал? Он отказался от работы с данными. Его мечтой было создание игрушек. Поэтому он придумал способ, откуда черпать свои идеи. Игра Seritori. Если вкратце, Seritori это японский вариант игры в слова. Только по слогам. Задача стояла такая. Связать эти слова с тем, над чем вы работаете, и таким образом придумывать идеи. В глупых идеях нет ничего страшного. Главное, чтобы они появились. Чем больше идей появится, тем выше шанс, что какие-то будут из них хорошими. Если придумывать идеи, основываясь на анализе данных, и заранее ставя перед собой цель, вы будете слишком усердствовать. Вы не придумываете идею, задавшись целью. Думайте о новых идеях свободно, словно играете в дарт с закрытыми глазами. Если вы поступаете так, то обязательно рано или поздно попадете яблочко. Как минимум один дротик попадет именно в цель, и именно этот дротик вы и должны найти. Плюсом такого подхода является то, что на выходе вы с высокой долей вероятности генерируете новые идеи. Такая концепция успеха идей поддерживается многими крупными современными студиями, которые выбрали в качестве своей бизнес-модели конвейерную реализацию потока разных проектов в надежде, что хотя бы один из них выстрелит. Как многим наверняка известно, в нашей сфере статистика такова, во всяком случае была в данном времени, что примерно одна из 8-10 игр становится успешной. Не считая игр по франшизам, сериям и клонов. Я сейчас говорю о новых играх по относительно новым идеям. Вопрос лишь в том, насколько в вашем следующем проекте вы сможете сместить шансы в свою сторону. То есть, при любом раскладе, это игра в вероятности. Будем откровенны, игры – это искусство. И как в любом искусстве, они имеют некую тонкую неопределенность, из-за которой даже команда из лучших специалистов с неограниченным бюджетом не может гарантировать результат. Высокий результат. Многие компании до сих пор работают по старой схеме. Мы бросаем все силы и ресурсы на разработку одного продукта, что на самом деле звучит достаточно логично. Но с большой долей вероятности они терпят крах. Почему? Я говорю, что это старая схема. Раньше, во времена старта социальных сетей из шального трафика, можно было собрать ферму за выходные на коленке и быть почти уверенным, что она купится. Но сейчас рынок уже не тот. В целом, этот старый принцип в бизнесе и финансах называется диверсификацией. А в простонародье – не клади все яйца в одну корзину. Стив Джонсон. На свою презентацию я представил фотографию самой старой и первой кофеи в Лондоне – Grand Cafe, открытой в 1650 году. И утверждал, что появление кофеин послужило толчком для развития и распространения эпохи просвещения. Причина – распространение напитков, таких как чай и кофе. До этого момента все употребляли только алкоголь. Он был излюбленным повседневным напитком как у простой льдин, так и у людей из высшего света. Так как вода была попросту невезопасна для питья. Поэтому до появления кофеин почти все населения Лондона и Великобритании целый день ходило пьяными. А теперь представьте, если бы вы с депрессанта перешли на стимуляторы, ваши идеи стали бы намного лучше. Вы бы стали мыслить острее и живее. Поэтому именно в этот период, когда Англия перешла на чай и кофе, появилось множество новаторских идей. Еще один аспект значимости кофеин – архитектура пространства. Это было пространство, где люди могли собираться вместе из разных слоев общества и разных профессий. И могли обмениваться своими идеями. В кофейне, по словам профессора Мэтта Руидли и автора нескольких психологических книг на эту тему, были местом, где идеи могли заняться сексом. Стив Джонсон начал размышлять об идеях и какую среду нужно установить, чтобы идеи развивались. Он провел исследование, как исторически, так и биологически, и пришел к такому выводу. Идея – это сеть первоначального уровня. Это новая сеть нейронов, синхронно активирующаяся внутри вашего мозга. Это новая конфигурация, которой раньше не было. Идеи постепенно проясняются на протяжении длительного времени. Мы берем идеи от других людей, от людей, у которых мы учились, людей, которых встретили в той же кофейне, и соединяя их в новых формах, мы создаем что-то новое. Так на самом деле и происходят инновации. Множество важных идей имели длительный инкубационный период. Множество великих идей иногда существуют десятилетиями. Еще один пример. В развивающихся странах все плохо с младенческой смертностью. Тогда индустриальные страны предоставили технологии для снижения этой смертности – неонатальные инкубаторы. Но в развивающихся странах их не умели чинить. Там не было запчастей и не было людей, способных исправлять эти ошибки. Тогда Тимоти Престера придумал такой план. Он видел, как в этих странах хорошо разбирались в устройствах автомобилей. Они содержали свои машины в идеальном состоянии. Этот парень переработал механизмы нантантальных инкубаторов под машинные. То есть создал инкубатор из запчастей машин. Теперь, если что-то ломалось, люди из этих стран могли чинить инкубатор собственными руками. О чем это нам говорит? Чем больше чужих идей и концепций мы через себя пропускаем, тем больше запчастей мы получим. И тем выше вероятность, что сможем скрафтить из этих запчастей что-то новое, что будет работать хорошо. Это к вопросу из моего первого выступления. Человек переживал, что когда он берет идеи из других игр, то он их ворует. Ну или нет. С другой стороны, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Провалы – это неотъемлемая часть успеха. Вот что на этот счет говорил Майкл Джордан. Я промазал более 9000 раз за свою карьеру. Проиграл почти 300 игр. 26 раз мне было доверено сделать решающий бросок, и я промазал. Я терпел поражение снова и снова в моей жизни. И именно поэтому, благодаря чему, я преуспел. Последнее, хоть у нас времени еще куча, но тем не менее очень простой, и за это мой самый любимый вариант и лайфхак. Derek Severs. Подумайте о своей главной цели. Представьте себе прямо сейчас, что вы решаете ее достичь. Представьте, что сегодня вы кому-то рассказываете об этом намерении. Представьте их поздравления и восхищения в их глазах. Вам приятно произнести это вслух. Вы чувствуете, как сделали еще один шаг. Как будто ваши будущие достижения уже становятся частью вашей реальности. Плохая новость заключается в том, что вам стоило бы держать рот на замке. Поскольку это приятное ощущение теперь будет мешать вам добиться этой цели. Неонакратные психологические эксперименты доказали, что, рассказывая кому-то о своих планах, вы делаете их менее осуществимыми. Когда у вас есть цель, вам нужно проделать какую-то работу для ее достижения. Теоретически вы бы не получали удовлетворение, пока работа не была завершена. Но когда вы кому-то рассказываете о своих планах и он о них узнает, психологи называют это социальной реальностью. Соснание попадает как бы в ловушку ощущения, что дело сделано. И от этого вы чувствуете удовлетворение. Вы менее заинтересованы в приложении реальных усилий. Это идет вразрез с общепринятой мудростью на Западе о том, что мы должны делиться планами с друзьями, чтобы друзья нам о них напоминали. Давайте взглянем на доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933 году Вера Маллер обнаружила, что мы верим в реальность того, что признано окружающими. В 1982 году Питер Галвицер написал целую книгу об этом. И в 2009 году он провел и опубликал результаты нескольких новых экспериментов. Выглядело это примерно следующим образом. 163 человека в четырех отдельных экспериментах. Каждый записал свою личную цель и половина из них объявила группе о планах достичь эту цель. А половина промолчала. Каждому было отведено 45 минут работы, которая должна была привести их прямо к их цели. Но было разрешено остановиться в любой момент. В результате те, кто смолчал, в среднем работали все 45 минут. И по окончанию утверждали, что до достижения их цели еще очень далеко. А те, кто рассказал о цели, останавливались в среднем через 33 минуты. И по окончанию утверждали, что были намного ближе к цели, чем на старте. Если это правда, то что делать? Ну, вы могли бы сопротивляться соблазну огласить свои намерения. Вы можете отложить свое удовольствие, получаемое от общественного признания. И вы можете понять, что ваше сознание путает разговоры с делами. Но если вы все же вынуждены о чем-то рассказать, составляете утверждения так, чтобы они не приносили вам удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон. Поэтому мне нужно тренироваться 5 дней в неделю. И пинайте меня, если я буду отлынивать. Я верю, что в основе этой концепции лежат предрассудки, вида «не рассказывай никому, а то не сбудется, сглазишь». Наши предки, очевидно, ощущали некую корреляцию, но не могли придумать ей рациональное объяснение. Так, собственно, зачастую предрассудки суевериями и рождаются. На самом деле это все слишком быстро уложились. Поэтому вопросы? Если есть. Давайте сейчас микрофончиком выменяем. Здравствуйте. А какие еще методы генерации идей вы знаете? там, ну, концентрация, Рэмси, Скампер, Корлуп и… Что я еще упустил? Очень плохо слышно, на самом деле. Да, но какие еще… Я понял, в общем, в конце. Какие еще методы… Генерации идей. Генерации идей. В целом, я немного рассказал об этом в первой части доклада. О том, что в целом наши идеи не приходят к нам из космоса, как многие полагают, многие эзотерики полагают. Все наши идеи – это переработанные идеи других людей, какие-то мысли, которые мы где-то слышали, какие-то мои фильмы, другие игры, которые мы… если мы говорим о идеях или компьютерных играх. Донарий Уисуи, химик-технолог, рассказывал о том, как появилась идея дубликации ДНК. Человек, который разработал этот метод клонирования, он каждый день ездил на работу извилистым путем. Постоянно изменялись виды. Да, да, я слышал. И получается как? По исследованиям, изменение атмосферы положительно влияло на генерацию идей. Но есть и другие методы. Есть там, к примеру, скампер, который является целым набором методов генерации идей. Есть мозговой штурм, который активно используется в гейминдустрии. Почему многие компании набирают разношерстный контингент разработки людей, которые работают? Для того, чтобы они участвовали в мозговом штурме и генерировали тем самым идеи. Дальше есть метод Рэмзи, который, ну, честно говоря, психологи не рекомендуют его использовать. Мозгодробельная вещь. И есть еще метод корлупов, который берешь уже существующий корлуп и меняешь один из элементов, в результате получая новый концепт. Ну, в целом, большинство из того, о чем мы говорили, основывается на том, что мы берем чужие идеи и пересобираем их в разных комбинациях. То есть о том, человек, который придумал клонировать ДНК, насколько я помню, там история была про то, что он каждый день ездил на работу одной дорогой. Но один прекрасный день решил, точнее, не решил, а так получилось из-за каких-то дорожных работ. Он мне нужно поехать, был другой работой и увидел какую-то вывеску, который надоумил его на идею. И концепция заключалась в том, что чем больше информации мы поглощаем, будь то другие игры, путешествия, знакомство с другими странами, кухнями, культурами, тем больше информации мы имеем для, собственно, крафта и переработки для создания новых идей. То есть это компенсаторная механика. Мы берем много-много частичек разных вещей и пытаемся при помощи своего интеллекта и своего видения каких-то вещей собрать их уедино. Но как-то так. Но существуют все механики, которые вы сказали, работают, да. Окей. Здесь где-то в первом ряду. Вот вы говорите, что надо лавировать между волнами подъема и спада мотивации. Как вы со своего опыта боретесь со спадом мотивации? Я сейчас... Интересно, покажу, не покажу. Я сейчас быстро попробую показать. Надеюсь, здесь ничего опасного у меня не будет из моих записей. Наверное, будет. В общем, у меня сейчас в Google Keep порядка 30 закладок, каждый из которых представляет собой какую-то отдельную идею или отдельный проект, над которым я периодически работаю. И я обычно делаю следующим образом. Я их категоризирую по приоритетам. Во-первых, это небольшой систематический подход. И по тому, чем мне сейчас интереснее заниматься. Самое плохое, что вы можете сделать, это отложить идею ну или какую-то задачу касательно работы в backlog, то есть долгий ящик. Он там навсегда останется. Если вы не будете систематически обращать внимание и выделять время на то, чтобы возвращаться к старым идеям, перечитывать их, дорабатывать. Тем более, это помогает посмотреть на свои старые идеи свежим взглядом и понять, может быть, они уже неактуальны. Тогда вы откажетесь от них. Либо они вам стали неинтересны. В таком случае тоже не имеет особого смысла продолжать ими заниматься. Ну или если они вам кажутся уже более неактуальными. Например, мы с моим сообществом «Манжета геймдизайнера» брали как-то интервью у Орловского. Я брал. И очень долго его транскрибировали, потому что никого не было времени. И к моменту, когда мы в итоге закончили, оно уже стало неактуальным. То есть просто мы перечитали, много информации стало уже неактуальным. Важно действовать в течение каких-то ремных рамок. Ставить их себе и двигаться по ним. Окей, давайте еще на последний вопрос и отправим людей кушать. Первый маленький такой вопрос. Почему вы выбрали такую обложку? Первый слайд вообще? Как это связано с темой? Первый слайд это... А кто-нибудь знает еще в зале, что из себя представляет перед слайдом? Не так интересно. Да. А, ну вы тоже знаете. Ну, собственно, это одна просто из моих любимых карт за мой любимый класс, который осуществляет обмен персонажем на свою сторону. И в целом это касается немножко той концепции, что все наши идеи отчасти являются идеями других людей, в той или иной мере переработанных на свое усмотрение. Это такой... Я бы не сказал, что есть стопроцентное соответствие, она мне нравится, как мне ее поставила. И как-то так. Окей. Когда вы делали рекап в самом начале для тех людей, которые не присутствовали на первой половине, вы когда смотрели на слайд с Индианой Джонс, вы упомянули то, что есть пособия на тему того, как генерировать идею, но они не популярны, что их мало. Вы можете какие-то из них упомянуть прямо сейчас? Нет, прямо сейчас я какие-то из них... То есть, когда я говорю, что их мало, они не популярны, я имею в виду то, что они из тех, которых я смог найти для этого доклада, они не русскоязычные и они как бы чересчур такие академические, то есть написанные психологами на профессиональном языке. Я прочитал несколько из них и подумал, что вам будет неинтересно об этом слушать. То есть, они больше про взаимодействие нейронов в мозге человека и меньше про то, к чему это может привести и как это можно использовать на практике. как-то так. Ну, если хотите, я потом вам лично могу переслать их, если вам интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!